привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите и слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет в россии начинают замедлять youtube или начали уже или вас уже замедлился я в связи с этим у себя в сообществе спросил ну что зрители из россии прощаются с ютубом и тут разверглись так сказать ворота в ад оказалось что я издеваюсь над россиянами в общем произошла очередная русофобия связи с этим выпуск мнения дилетант поехали такая вот техника такая моя механика группа штрих-код ссылка на песню как всегда в описании спросил без всякой задней мысли просто потому что напоминаю я живу в сша какие там реалии в россии без понятия узнаю по новостям и спрашивал именно для того чтобы понять реально мои зрители в россии уже больше не смогут пользоваться ютубом и получаю алексей здравствуйте смотрю вас очень давно всегда нравится ваш контент ламповый и интересный я всю жизнь прожил в россии и продолжаю в россии жить россия россия и сейчас вас смотрю с удовольствием но такие ваши посты выглядят немного с издевкой или желчью что ли до сих пор не могу понять чем провинилась ваша русская аудитория вот ну вот сейчас несомненно я читаю его сообщение с издевкой понятно потому что ну мне вот честно мне очень странно ощущать что человек почему-то решил что я это вот где где тут издевка блин я уже не знаю как еще к дорогим россиянам обращаться и как с ними еще разговаривать чтобы они не посчитали что над ними кто-то издевается у меня вот ощущение что вам там в новостях так мозги промывают что во всем мире тотальная русофобия что вы просто везде видите ее уже а на самом деле всему миру на вас наплевать ну ладно дальше какой же ты токсик ведешь себя как подросток 16 лет и для тебя непонятно что и у тебя донатов будет меньше не твои проблемы без нытиков разберемся я вообще по моему перестаю понимать людьми такое ощущение где в этом вопросе токсик я конечно могу ошибаться но у меня складывается впечатление что ты рад тому что youtube блокируют в россии лично у меня это вызывает разочарование потому что никаких аналогов ему сейчас нет а то что все россияне поддерживают то что все россияне поддерживают то что происходит и рады свалить с ютуба сильное заблуждение вот он отвечает на какие-то вопросы на какие-то предложения которые даже вообще не писал не говорил по какой-то по какой-то причине он вот так считает что я так к этому всему отношусь я конечно понимаю что как третьему лицу смотрящему на все это можно критиковать людей за их бездействие где критиковал людей за их бездействие то есть вот я со стороны как вот человек который имею отношение с как с каким-то большим количеством людей вот меня смотрящих у меня уже начинает складываться впечатление что у дорогих россиян происходит ну некоторые психологический надлом они в простых вещах то есть я вот тут спрашивал то что я спрашивал прям вот без без всяких и кивоков я никакого смайлика даже не поставил мне было интересно узнать как в россии сейчас работает youtube чтобы вот тут для себя дальше представлять там что делать может мне контент уже блин на белорусском начинать делать например россияне русскоговорящие вы уже не смогут смотреть предположим понятно что я ни на какие русские ресурсы переходить не собираюсь и это почему-то людьми воспринимается как наезд чуть ли токсик вот для чего я собственно это видео и записываю потому что я в очередной раз хочу высказать свою позицию в этой войне я поддерживаю украину просто по той простой причине что украина пытается пойти по тому пути развития человеческому который мне ближе чем тот путь по которому идет россия не потому что они украинцы а вы русские и я ненавижу русских я не ненавижу русских я русских люблю и считаю что если бы россия пошла по тому же пути что и украина и россии было бы лучше и белоруссия откуда я родом может быть кто-то не знает было бы лучше и украине было бы лучше всем было бы лучше но россия выбрала путь тоталитарного развития автократии и т.д. и т.п. сильные руки как всегда в очередной раз и я против этого то что сейчас происходит это с youtube вот в данном случае мы про youtube говорим это последствия выбранного пути я об этом говорю я записывал видео о том что будет 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 с россии два года назад вы можете его посмотреть я обо всем этом там говорил и это скорее для меня не стало удивлением что это происходит я даже скорее удивлен что так долго это происходило блокировка youtube я считаю как либерал я еще и либерал ребята я считаю неправильным что youtube например блокировал все вот эти видео каналы гоблина шамана сейчас угорел гоблина и шамана думаю нихрена себе гаси гоблин и шаман блин в россии потом еще гагарина артемия лебедева как там стас кай как просто соловьё вот этих всех пропагандистов рашистских это неправильно я за свободу слова нельзя блокировать кого-то или закрывать ему рот только потому что он говорит то что вам не нравится с этим совершенно согласен но я уверен что youtube бы заблокировали даже если бы он эти каналы не перекрывал его бы заблокировали в любом случае они не нашли бы какой-нибудь повод хорошо не заблокировали там канал соловьёва зато на youtube пропагандируют гомосексуализм например заблокировали бы за это неважно по повод бы нашелся потому что это свободная площадка на которой вы можете услышать другое мнение мне как создателю контента на русском естественно не нравится что youtube замедляют в россии что мои зрители вы не не смогут смотреть как из моего этого вопроса можно было понять что мне это нравится и что я по этому поводу радуюсь я не понимаю вот царить опять человек пишет рано радуетесь если покопаться все работает без проблем вот смотрите вот в предложении просто сейчас даже не понимает что он в одном предложении у него логическая несостыковка если покопаться то все работает без проблем то что ты копаешься это разве не является уже проблемой у тебя уже есть какая-то проблема с которой тебе приходится покопаться чтобы ее решить и она у тебя работала. Всем удачи и побольше здравого смысла. Ну, после предыдущего предложения, конечно, про здравый смысл смешно в эти сложные времена. Оказывается, я вообще радуюсь вот этим моим вопросом. Я радуюсь тому, что у вас YouTube блокирует. Мне странно, что какие-то игры перестали, например, в Steam продавать в России. Потому что эти все меры, они какие-то настолько дебильные. Ну, а почему не продавать игры в России? Не платите налоги. Вы какие-то компании ушли из России, типа Икеа или Макдональдса, чтобы не платить налоги в России, которые бы шли на войну. В Steam, так как вы находитесь онлайн, вы просто не платите... Сделайте так, что это покупается не в России, а в любом другом регионе. Но принимайте российские карточки. И отнесите там Россию, например, к региону Украина. Прикиньте. То есть, чтобы купить игру в Steam, считайте, что вы покупаете игру в Украине. И все эти налоги, получается, идут в Украину. Как такое, например, решение? Нет, вместо этого просто обрубают покупку, возможность покупки игр. Я вам хочу просто сказать, что вот тут две проблемы. Первая проблема. Мировое сообщество не собирается никак эту проблему решать, а скорее делает так, чтобы о ней не слышать, обрубать России выходы куда угодно и засовывать голову в песок. То есть, мы о России не слышим, значит, ее и не существует. В принципе, никаких проблем нет. То есть, не решается проблема, а скорее забывается о ней. А вторая проблема именно в вас, что вы вот так реагируете. Вы понимаете, что вот такая реакция на такой вопрос, она нездоровая психически, психологически, наверное, лучше сказать, психологически. То, что вы в этом вопросе видите какой-то на вас наезд, над вами издевательство или насмешку над вами, это повод для вас задуматься о том, как вы реагируете на внешние раздражители. Это не очень здорово. Если вы в таком вопросе видите возможность вас поддеть каким-то образом, а не реальный интерес, как у вас в России с Ютубом происходит, потому что я делаю контент на русском и если у вас не будет доступа к Ютубу, то у меня не будут зрители. То есть, вот тут человек вроде как это понимает. Для тебя непонятно, что у тебя донатов будет там меньше или зрителей меня. Это как раз понятно. Как тебе непонятно, что мне это понятно? Вот это вопрос. Повезло нам жить в такие времена, когда происходят подобные вещи, и ты наблюдаешь, как у людей будто в реальном времени крышу сносит. Просто по каким-то ну таким незамысловатым вещам, что диву даешься. Я думаю, что как бы то ни было русскоязычные видеоблогеры будут постепенно переходить в российские сервисы типа там этого ВКонтакте, Рутуба или что там у вас еще есть. Никто особо не будет заморачиваться с VPN, разбираться, как им пользоваться, чтобы YouTube смотреть. Там сейчас какие-то есть решения, но их тоже будут блокировать потихонечку. А замедляют Кати YouTube они блокируют, потому что он завязан все-таки на гугловских аккаунтах, то есть чтобы кирпичами не сделать телефоны на андроиде, поэтому не блокируют, а именно замедляют. То есть этой скорости достаточно, чтобы гугловские аккаунты логинились, соединялись, а вот смотреть видео уже этого было не особо достаточно. Я об этом опять же повторю, я говорил об этом два года назад, что это так все будет. Я так правда думал, что это раньше произойдет. Ну, лучше позже, чем никогда, как говорится. И постепенно Россия будет во многих вещах просто от мира отрубаться. А большинство из вас, как у меня в комментариях, будут кричать ну и ладно, ну и нахер нам ваш интернет не нужен, вот такое будет там нахрен вам нам ваш стим не нужен, ваш ютюб не нужен, или как там чувак в комментариях написал, покопаться все работает без проблем. Вот так вы будете там покопаться без проблем, ну и в стиме не продаются игры, будем на торрентах их скачивать, вот это все будет, и это будет постепенно, и вам не будет никакого трендеца, я вам повторюсь еще раз, если кто не видел мое видео двухгодечной давности, не будет ничего подобного, как с Советским Союзом, Россия не развалится, вас будет просто постепенно затягивать в трясину, очень медленно, может даже на вашей жизни вы никаких прям офигительных неудобств не почувствуете, тем более, что вам даже не с чем сравнивать, вы там жили в каком-нибудь своем Саратове, и никогда не знали, как может быть по-другому, для жителей Саратова может вообще даже ничего не изменится, хрен знает, почувствуют какие-нибудь жители Москвы, Санкт-Петербурга, какие еще у вас там развитые города, еще мне вот это так так уже вот раздражает, я вам честно ребята скажу, мне уже просто надоело на это реагировать, я просто не хочу этого видеть, не слышать, как вы жалуетесь, как вам плохо, вас бедненьких, несчастненьких, притесняют, я не говорю про то, что вам там надо выйти, какие-то митинги устраивать, ну серьезно, вы это пишите вот людям, на которые ракеты летят, то есть у меня вот есть зрители с России и зрители с Украины, на одних летят ракеты с территории других, кого мне жалеть, как вы думаете, тех, кому ютюб блокируют, или те, которые могут умереть в любой день, ну вы прикалываетесь или что, это такое, какого я со стороны дорогих россиян, не всех, конечно, я опять будут, я всех под одну гребенку гребу, но со стороны дорогих россиян я чувствую такое вот чернющее отсутствие эмпатии постоянно, что ты нам про политику постоянно говоришь в своих видео, ну потому что у меня есть зрители, которых это ваша политика убивает нахрен, каждый день, что вам непонятно, или потому что у них света нету, у одних ютюб замедляют, а у других просто света нету, потому что ваши ракеты прилетели к ним в электростанции, я это уже как бы устал проговаривать, но вы сидите два года как будто как будто только у вас какие-то проблемы, причем ваши проблемы настолько мизерные, среди всего, что в мире происходит, это просто какой-то как страусы, засунувшие голову в песок, я не знаю, куда угодно, и он мне приходит, говорит, я токсик, спросил, что зрители в России прощаются с ютюбом, ты смотри, расстроил маленького, ты расплакался, надеюсь, я очень надеюсь, что ты плакал, прочитав этот вопрос, вот сейчас я токсик, вот сейчас я токсик, несомненно, мне это не жалко, но я не знаю, когда вас еще донести, я не понимаю, я не понимаю зрителей из России, их вот эту какую-то черствость, их как будто волнует только тогда, когда в их проблему немножко ткнут, их даже, даже, знаете, не посыпят соль на рану, а немножко пальчиком так дотронутся, и у них уже такой виск поднимается, по сравнению с тем, что украинцы терпят, и как они молча это воспринимают, это просто такой, или там израильтяне, у меня много друзей-евреев в Израиле, понимаете, и зрителей тоже, естественно, русскоговорящих, вы не понимаете, вы свою русофобию даже не можете сравнить, какая сейчас происходит, антисемитизм, какой в мире происходит, даже рядом, это просто, вы, это, ну, так вы нифига не знаете, это просто, как всегда, вот от незнания, и приходит ко мне вот этот, я всегда смотрел твои видео такие ламповые, ой-тью-тью, ну, сейчас ты такой токсик, да пошел ты в жопу, блядь, не смотри, пожалуйста, меня, идите вы в жопу все, вы задолбали, вот честно, вот это ваше, мне расисты, даже более понятны, понимаете, они мне понятнее, и они мне не вызывают такое раздражение, как вот такие вот, он мои ламповые видео смотрел, а тут я его посмел спросить о том, что у них блокируют ютюб, и его это так до глубины души тронуло, что он прям не может кушать, есть, пить, пришел мне, написал комментарий, чтобы мне стало стыдно, и это вот в течение двух лет, вот такие вот люди приходят и пишут, приходят и пишут, приходят и пишут, вы не вызываете у меня сочувствия, вот такие люди имею в виду, вы вызываете у меня глухое раздражение, а сейчас оно вылилось в звонкое раздражение, чтобы вам об этом сказать, еще раз повторю, я против блокировки ютюба в России, я против блокировки на ютюбе любых каналов, будь то рашистских, каких бы то ни было, я поддерживаю Украину в этой войне, потому что она за демократические ценности, а Россия за авторитарные ценности, я не знаю, что еще к этому добавить, чтобы вам стало понятнее моя позиция, чтобы вы перестали всякую херню писать, просто, которая в первую очередь вас самих расстраивает, вы должны принимать наконец то, что происходит, просто принятие, время, отрицание прошло уже, блядь, я не знаю, сколько месяцев назад, лет, уже должно быть принятие, уже злость должна пройти, не знаю, все что угодно, а вы мне все еще пишете, что я токсик, ребята, вы вообще токсика в своей жизни встречали? Я один из самых культурных и вежливых людей в вашей жизни, блин, алло, очнитесь, или вы хотите этими комментариями меня, опять повторюсь, как-то привести в чувство, чтобы я такой задумался о своем поведении, я сейчас очень вежлив с вами, я очень хорошо подбираю свои слова, чтобы вам вежливо объяснять это все, ну, просто, если я буду кричать матом на вас, до вас не дойдет, вы просто это воспринимаете как агрессию, но я пытаюсь до вас донести, что уже пора заканчивать вот этот инфантилизм, пора заканчивать, находиться в стадии отрицания, принимайте, что происходит, хватит, вам замедляют ютуб, у вас еще впереди в жизни столько всякого замедления, вы себе не поверите, замедление ютуба, это, блядь, не просто цветочки, это тортик, это бисквитик, круассанчик, или вы живете по принципу, как вот этот в комментарии написал, рано радуйтесь, если покопаться, все работает без проблем, это когда вам в жопу бутылку вставят, да, такие, вы знаете, если вот так вот, вот так вот немножко, вот так вот немножко приустроиться, так и даже приятно сидеть на ней, я не для себя прошу, я вас просто банить буду и все, ну то есть это, ну, мне легко, у меня одна кнопка, я за ваше здоровье беспокоюсь, за ваше ментальное здоровье, вы в одном фильме инспектор ГАИ герой Михалкова сказал, у тебя столько впереди много разочарований, вот у вас впереди столько еще разочарований, вы не поверите с таким отношением, давайте, заканчивайте, все, спасибо, что посмотрели, играйте в умные игры, лайк, комментарий, слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok